Доброе утро! Рада приветствовать вас, дорогие телезрители! На календаре 20 октября, но за окном нашей Екатеринбургской студии уже самая настоящая зима. В такую погоду окружающие люди особенно нуждаются в тепле душевном. И сегодня у нас очень теплая тема программы. А о чем мы будем говорить, расскажет мой коллега, слово Льву Бахолдину. Льву Бахолдину Дорогие зрители, иногда мы в рубрике «Терра инкогнито» ведем разговор о хороших человеческих чувствах, о добродетелях. Сегодня поговорим о благодарности. Как часто вы благодарите кого-либо и за что? Ну, часто благодарю, да. То есть, по крайней мере, свою жену за вкусную еду каждый день, да. Дочь за успехи близких людей, за приятные слова, за поздравления, то есть и так далее. Ну, благодарю. Вроде бы как так, средне. Просто ни за что. Я вот живу с девочками, и когда мы поедим, мы говорим спасибо друг другу за еду или еще что-нибудь. Или когда... Что еще мы благодарим? Ну, просто когда вас лугу какую-нибудь оказываешь, говоришь спасибо. Всегда ведь говорили. Как часто вы кого-либо благодарите и за что? Видимо, очень часто за все. Благодарить это как? То есть, благодарить в каком плане? То есть, если меня, скажем, мне дали, там, попрошу, дайте мне ручку, пожалуйста. Мне дают ручку, говорю, благодарю. Ну, не говорю, благодарю, я говорю спасибо. То есть, каждый раз это нормы, приличия. Ну, а если вот именно искренне, там, ищите человека, чтобы сказать, благодарю тебя очень сильно, почему это может быть? Ну, маме, родителям, то есть, отцу, то есть, за то, что воспитали. Чаще всего Бога благодарим. За все. Очень часто. А так, да. В повседневной жизни. Мы уже в таком возрасте, когда хочется людям говорить больше приятных вещей. Когда мне помогают, когда, в общем, когда нуждаются поблагодарить, я говорю. То есть, когда человек нуждается в благодарности? Когда он что-либо сделал или заслуживает данную благодарность. Практически все время. Родителей, близких, друзей, потому что все по-своему помогают. Всех благодарю. Ну, вас могу поблагодарить за то, что остановили. И мы благодарим наших респондентов. Не случайно в детстве нас учили волшебным словам. Они, правда, чуть-чуть волшебные. С их помощью люди дарят радость друг другу, проявляют уважение. Психологи уверены, что слова благодарности – это устные поглаживания, которые способны успокоить и согреть своей теплотой. А самое главное, говоря «спасибо», мы не просто не оставляем без внимания какой-то хороший поступок, но и желаем спасения. Вообще-то слово «спасибо» произошло от молитвенного пожелания «спаси Бог». На Руси так и выражали благодарность. Со временем два эти слова слились в одно, утратив при этом последнюю букву. А в XX веке наступил период, когда «спасибо» оказалось вне закона. Для того, чтобы люди не упоминали ни Бога, ни спасения души, рекомендовано было говорить «благодарю, товарищ». Однако слово «молитва» победило глупые запреты и осталось в русской речи. А уже в наши дни, для того, чтобы напомнить изначальное его значение, кто-то берет на себя смелость писать «спасибо» за главные буквы «б». Такое написание вы, может быть, видели в нашей бегущей строке. Интересно, что в наш век в сети интернета и смс-сообщениях родились и более сокращенные варианты «сыпсы», «сипки», «пасиб». В этих словах уже и вовсе неуловима связь с первоначальным смыслом. Да и искреннюю горячую благодарность вряд ли можно ими выразить. К счастью, общеупотребимыми они не являются. Говоря о благодарности, важно отметить, что это не есть право того, кого благодарят, а есть долг того, кто благодарит. Требовать благодарности – глупость, не быть благодарным – подлость. Так говорил один из крупнейших российских историков, академик Василий Осипович Ключевский. Об этом же нам напоминает поговорка «Своего спасибо не жалей, а чужого не жди». Хочу поделиться с вами историей, которую Дмитрий Гриценко рассказывает в своей книге «Из жизни старцев» или «Душеполезное чтение». Старец Паисий Афонский беседовал с посетителем, в то время как один инок стоял подаль, ожидая своей очереди с умой за плечами и поникшим видом. Скорбь его была от того, что один человек, которому он сделал много доброго, начал вдруг распространять про него злые сплетни. Скорбь и мучения инока были нестерпимы, но поначалу старец будто не замечал его состояние. Наконец, прервав разговор с гостем, он вдруг повернулся к молодому иноку и сказал, улыбаясь. «Послушай, дорогой отец, бывает, кто-то в жизни помогает ближним, благодетельствует и любит их, а те, в свою очередь, воздают добротой и любовью. Все это, как сухари в сумке, которую ты носишь на спине. Но когда тот, кому ты помогаешь, благодетельствуешь, вместо благодарности и признательности осуждает тебя, тогда это идет в другую торбу, лучшую, которую имеем на небе и которую выгодно иметь полную. Поэтому не смущайся, лишь благодари, поскольку наполняется торба твоя наверху, и не обрящешь ее пустой». После этих слов старец повернулся и продолжил беседу с мирянином. А инок, вздрогнув от неожиданного ответа на его внутреннюю скорбь, с удивлением заметил, как изгоняются из его души все эти чувства, которые только что приносили ему такие мучения. Вот такая история о том, как нам относиться к благодарности в наш адрес. А как нам самим научиться быть благодарными? Преподобный Никодим Святогорец пишет, «Всякое благо, какое имеем, и всякое добро, какое делаем, есть Божие и от Бога. Поэтому на нас лежит долг благодарить Его за все, за всякое благо, получаемое от Его щедрой десницы, явное или неявное, за всякое доброе деяние или подвиг, за всякую победу над врагами нашего спасения». Далее преподобный Никодим цитирует послание апостола Павла к фессалоникийцам, «За все благодарите, ибо докова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Преподобный Никодим продолжает, «Как же вожечь в себе чувство благодарения Богу и всегда хранить Его? Рассмотри все благодеяния Божие к роду человеческому и к тебе самому. Чаще вспоминай их, и если есть у тебя сердце, оно не сможет не возносить благодарных песен к Богу. Примеры найдешь в молитвах и писаниях святых». И вот один из самых ярких примеров – слова святителя Иоанна Златоуста. «Слава Богу за все!» Дорогие телезрители, сегодня в рубрике «Не формат» мы с вами посмотрим видеоролик, который освещает работы пресс-службы Новгородской епархии. Эта презентация участвовала в конкурсе, который проводился в рамках 6-го международного фестиваля православных СМИ «Вера и Слово». «Ой, вы гости, господа, досударыни!» Все честные отцы да причетники Собрались посмотреть да послушайте Небохвальство какое нечестивое, Незаморские сплетни лукавые, А былинную быль сказ правдивейший, Называемый людом теперешним, Модным ныне словом презентация Про епархиальный отдел информации. Как-то раз по благословению владычнему Поскакали-помчались со грамотой Архиерейской печатью отмеченной Все лихие гонцы да посыльные И, как есть во всех благочиниях, Пред соборами, церквями, часовнями Возгласили указ Митрополии, Чтобы лучших сынов, дочерей своих, Разумеющих грамоту письменность, Отсылали бы в град Великий Новгород Для соборного дела общего Освещать все события дивные В Новгородчине происходящие. Через год собрались они с Изнова Для учения опять делу новому, Чтоб события местно творимые Подтверждать еще и фотографии. Как-то раз, не для росту карьерного, Но кругозор и ради расширения, Порешили в отделе информации, Что для пущего ознакомления, Для людей газет не читающих, Донести про дела епархиальные, Через чудо доселе невиданное, Интернетом всеми называемое, По повелению высочайшему Благословению архиерейскому Были созданы сайты благочиния И приходов по всей Новгородчине, Как грибы после дождика летнего. Самый главный сайт Митрополии. В навигации прост и объемистый Вы узнаете про святость новгородскую, О событиях давних и нынешних, О воскресных школах и училища, Что в монастыре Свято-Юрьевом, И о многом другом, если знаете, Как на кнопки нажимать клавиатурные. Необычная история. Нет у меня никакого интервью. Был конь, и того отняли. Не осталась в стороне и София. Телепередача Новгородская. Об истоках наших, об истории. Передачи те дивные и чуткие, С теплотой и любовью творимые, Оставляют в сердцах людей нынешних Чувство трепета и благодатства. В эфире телепередача Новгородской Митрополии. София. Программа о наших истоках. Есть в епархии и орган печатный, Журнал София называемый. В нем статьи печатают научные, Исторические и литературные, Фотографии бывают архивные, И для народа интеллигентного Сей журнал есть чтиво полезные. Но не только для Люда Церковного Создавался отдел информации. Ведь до всех донести благовестие Нужно нам по слову Спасителя. Для такого дела миссионерского Размещаем статьи про жизнь церковную В средствах массовой информации. А еще, как работаем с проектом дневнейшим. 53 новгородских храма называемым. А на святые церковные праздники Во дни большого церковного ликования Мы печатаем грамотки важные, Где глаголы записаны сильные, О значениях и смысле всех праздников Православных и о вере христианские. А на семь разрешите нам откланяться. Кратко все мы здесь вам поведали. Коль обидели чем, вы простите нас. Божьей помощи мы желаем вам добрый час. Вот так как-то. Дорогие телезрители, вот как-то так Подошла к концу наша утренняя программа. Спасибо, что были с нами. До встречи в студии прямого эфира.